всем привет с вами я вова тишевский и перед вами смартфон который называется есть или я его еще называю и q можно так его назвать я по-другому не могу сказать может быть там кто-то его еще по-другому называет в общем то давайте будем его называть и q а там уже дальше разберемся эта модель е 04 который имеет пять с половиной full hd экран который имеет 3 гига оперативки и достаточно мощный процессор а еще и здесь есть у нас сканер отпечатка пальцев так что поехали посмотрим на этот девайс большое спасибо ребятам из ferrum.com за то что они мне предоставили этот смартфон в описании к видео есть ссылка на их канал а также здесь сверху появится баннер кликайте заходите смотрите и подписывайтесь на их канал и так прежде всего давайте немножечко затронем его внешний вид я в распаковке говорил кстати распаковку вы можете посмотреть в описании кстати где купить его тоже вы можете посмотреть в описании то есть ну где он продается то есть я не говорю о том что вы его должны купить вы определитесь после обзора уже стоит ли его покупать или нет а уже сейчас я хочу сказать вам что распаковочки я немножечко затронул внешний вид и сейчас буквально только пару слов скажу в принципе прикольный как бы элемент дизайна является то что камера здесь у нас как вы видите таким вот розовым цветом вокруг окантована это не придает ему никакой там женственности или еще чего то то есть это просто придает ему как бы определенный такой элемент стиля и все дальше нижняя вот это вот двойная вспышка она достаточно яркая я проверял и тестил в темное время суток как фонарик работает хорошо также хочу отметить нормально положительно то что вот эти вот кнопочки расположены удобно я спокойно могу достать до кнопки включения и регулировки громкости хотя я привык наоборот когда кнопка включения снизу а сверху у нас находится регулировка громкости но все производители выставляют по-своему поэтому я уже привык и так и так уже как угодно привык также положительно хочу отметить снизу вот этот вот сенсор отпечатка пальцев но для того чтобы его запустить чтобы разблокировать с помощью его необходимо кроме того что нажать на эту кнопочку сейчас я проведу видите ничего не происходит необходимо как бы раскрыть вот эту залочку и тогда уже я провожу и срабатывает он как вы видите достаточно быстро практически моментально это круто это здорово что он работает и не лагает что касается дисплея здесь он обе с 2 с половиной д то есть здесь закругленные края экрана я не знаю будет ли это и как ты там видно сильно видно или не сильно видно но видно как видите есть закругление плюс ко всему здесь правда еще пленочка наклеена вы видите да вот пленочка здесь наклеена оно так не сильно чувствуется но единственный нюанс что мне не сильно понравилось то, что вот это вот здесь, вот эта ямка есть, вот видите, вот так вот, я прямо аж провожу ее туда, как и во всех других смартфонах может забиваться пыль, но если, к примеру, сравнивать стекло 2.5D с Xiaomi Mi Note, то в Xiaomi Mi Note это реализовано чуть-чуть получше, как по мне, хотя тут тоже есть вот такое, как бы немножечко, ну, не знаю, как это сказать, ну, было бы прикольно, чтобы оно полностью было закруглено, как-то вот не цеплялось, но здесь оно более продвинуто сделано, ну, блин, ну, Xiaomi Mi Note это аж ценой аппарат совершенно другой категории, поэтому и, соответственно, все совершенно по-другому. Что еще сразу хочу положительно отметить, то, что две сенсорные клавиши слева и справа, они подсвечиваются, это круто, это здорово, но единственный нюанс в том, что они так сильно подсвечиваются, что в темное время суток они, получается, можно как фонарик их использовать, они реально достаточно сильно подсвечиваются. Далее, я говорил о экране, максимальная яркость экрана хорошая, как вы видите, к сожалению, здесь настройки автояркости, как таковой, нету, но ничего страшного, это не так уж для меня страшно, как по мне, есть люди, которым это принципиально важно, мне это не настолько важно, поэтому я, ну, не обращаю на это, как такового, внимания и этому не придаю особого значения. Также хочу обратить ваше внимание более подробно на то, что есть возможность подключиться к AC стандарту, то есть здесь есть AC Wi-Fi антенна, это достаточно продвинуто, видите, Xiaomi это обычный 2G, а это у нас идет AC, это круто, плюс ко всему в Android 5.0 вызвать именно меню переключения Wi-Fi можно вот таким вот образом, то есть раз и все, и вызвали, а если вам нужно выключить Wi-Fi, вы просто нажимаете на антенку Wi-Fi, так же само с Bluetooth, можно включить фонарик отсюда, и он светит, как я и говорил, уже достаточно ярко, весьма ярко, и тут у нас есть еще целый ряд настроек, которые, ну, свойственные Android 5.0 лолипоп, есть еще какой-то ход к нот, давайте мы посмотрим на него, это обмен данной при касании экрана на другом устройстве, то есть такая вот фича, но она работает только если на другом устройстве есть этот ход к нот, если его нету, то тогда до свидания. Дальше, давайте зайдем в батарею, я уже разряжаю его второй раз, единственный нюанс, хочу сказать, что смартфон очень сильно не любит перегревание, то есть, точнее, он очень сильно перегревается в играх, я поиграл две игры, два, точнее, две катки сделал World of Tanks, две игры, слышите, две катки сделал World of Tanks, и мне высветилось сообщение о том, что смартфон перегрелся. Такая проблема присутствует и в Meizu M1 Note, и я так понял, что во всех смартфонах где встроенный вот такой процессор, как здесь, о нем мы обязательно поговорим чуть попозже. Дальше, еще есть возможность использовать его как режим модема, это радует. Что касается экрана, есть еще также Miravision, вот это улучшение качества, ну как бы экрана, и в принципе он действительно хорошо смотрится. И есть еще, видите, вот такая как бы адаптивная регулировка, то есть настройка яркости с учетом уровня освещенности, но как-то она работает, я не совсем понял, как она это работает, нормально или ненормально, и так далее. Вот, так вот по батарее, то есть автономность батареи относительно неплохая, но он совершенно не любит сильные нагрузки, то есть процессор мега мощный, а нагрузки ему давать нельзя. Вот так вот. Что касается памяти, то здесь встроено 16 гигабайт памяти, плюс есть возможность расширения карт памяти еще как минимум на 64 гигабайта, что вполне себе приемлемо. И присутствуют все эти GPS и все остальное, это здесь тоже присутствует. Далее, Android здесь стоит 5.0, если я не ошибаюсь, да, 5.0 Lollipop, не 5.1, не 5.01, не 5.02, а непосредственно 5.0 Lollipop, вот такой вот он симпатичный. Это радует то, что 5.0 Lollipop, но сейчас для китайцев это вообще не новость, то есть практически все новые аппараты выходят на 5.0, а то и уже даже сейчас на 5.1. Но скажу так, что вот эта прошивка 5.0, которая есть здесь, она немножечко иногда подлагивает, но на 4PDA уже есть другие прошивки. Все, то есть можно перепрошить, там правда надо чуть помучаться, но я не специалист по прошивкам, поэтому я не буду вам даже об этом более подробно рассказывать. Давайте посмотрим на железки. Antutu у нас выдает 43038 показатель, это на уровне флагманов прошлого года. Здесь стоит вот этот же процессор 6752, о котором мы говорили. Стоит 64-битный Android, Mali-T760 графический чип, Full HD экран, 3 гига оперативки, 16 встроенные, как я и говорил. Этот процессор 8-ядерный по 1.7 Гц. Вот так вот, что касается Antutu, и скажу вам, что это нормальные показатели, это прям даже годные достойные показатели. Многие смартфоны, которые продаются у нас, там в России и в Украине, за эту цену, и даже близко таких показателей не могут выдать. То есть за такую цену, ребят, это просто очень даже хорошо. То есть ценник у него годный. Но правда у него много конкурентов. То есть тот же самый Meizu M1 Note, тот же самый Meizu M2 Note, тот же самый Elephone P7000, тот же самый, что у нас там еще идет, Elephone B-Touch и так далее. То есть куча-куча конкурентов, просто невыносимое количество, поэтому с ними ему бороться практически нереально сложно. То есть если бы выбирать между теми аппаратами и этим, возможно я бы выбрал бы те аппараты. Но если, к примеру, вы где-то набрели на какую-то там акцию или еще что-то, или в принципе цена на него адекватная, и вы можете себе позволить сейчас его взять, то можно его брать. То есть, ну, можно брать. Давайте сейчас по камере сделаем снимок такой и сделаем снимок лежа, чтобы не было на обратной стороне. Там у меня солнышко. Так, сфокусировался плохо. Еще раз. И давайте HDR. И еще HDR. Отлично. Теперь давайте посмотрим на снимки. Это снимок сделанный с HDR. Как вы видите, цветопередача такая немножечко затемненная и, ну, такая достаточно сильная зернистость, прям ну, очень сильная зернистость. HDR дает такую прям аж, ух, ядрен на батон. Без HDR снимок менее зернистый, хотя, ну, тоже не очень-то, ну, в помещении, я же говорю, что не очень хорошо. И вот даже вот смотрим на эту фоточку. Если вы можете вспомнить, то, когда я делал тест Asus Zenfone 2, то снимок был намного симпатичнее, намного красивее. Теперь давайте посмотрим на фронтальную камеру. Фронтальная камера. Давайте на нее посмотрим. Сейчас я сделаю снимок. Даже два сделал снимка. Так вот, фронтальная камера, я скажу вам, что не очень-то хороша. Вот здесь она реально уступает и Meizu, и Elephone, и всем остальным смартфонам этой ценовой категории. Вот фронталочка здесь, конечно, ну, если честно, не совсем ахти. И цветопередача, и зернистость, и все остальное, конечно, здесь не на высшем уровне. Вообще скажу, что фронтальная камера здесь и основная камера VECO – это не лучший конек этого смартфона. Лучший конек этого смартфона заключается в сенсоре отпечатка пальцев, о котором я уже показывал его и показывал, как он включается. Так и еще так. О, не сработал. Быстренько. Теперь сработал. Да, и минус то, что здесь весьма быстро и сильно перегревается батарея. И давайте еще посмотрим на мультимедиа, как смартфон звучит, громкость. И давайте посмотрим. Во-первых, Full HD видео. Так, отлично. И давайте будем посмотрим, что ребята… Во-оу, красавчики ребята. Смотрите, мультимедиа вполне себе приемлемая. Углы обзора хорошие. Как вы видите, нормальные углы обзора. Громкость – один, только динамик. Хотя должно было быть два. Смотрите, здесь микрофон находится вот, да, кажется. Или что это такое? Вот это муляж. Я в распаковке думал, что это будет, ну, как бы, два динамика. А тут всего лишь один динамик. И если честно, я, ну, как бы немножечко разочарован тем, что здесь всего лишь один динамик. А вот это просто муляж. Ну что, друзья, пора заканчивать это видео. Давайте подведем итоги. За свою цену смартфон очень даже хороший. Он имеет и 3 гига оперативки, и мощный восьмиядерный процессор, 16 встроенный сканер отпечатка пальцев, 5,5 дюймовый Full HD экран. Но конкуренты тоже не спят, не дремлют. Конкуренты тоже выпускают постоянно не менее классные смартфоны. И поэтому иногда бывает так, что вроде как все хорошо, вроде как все устраивает, а приходится смотреть на конкурентов. Вот так вот. Все, друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Не забывайте смотреть другие интересные видео у меня на канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки и всем пока. До скорых встреч в новых видео.